Я думаю, что после такого пения чудесного, мне нужно тоже так же хорошо проповедовать. И прежде всего хочу поздравить всех отцов с Днём Отца. Знаете, в одной церкви было рукоположение служителей, и потом один из служителей вышел поздравлять и говорит, не знаю поздравлять или сочувствовать. И на самом деле быть отцом – это благословение, это благословенно, но вместе с тем это большая ответственность. И для отца необходимо быть успешным во многих сферах, и в семье своей быть успешным, и в работе быть успешным, в служении Богу нужно быть успешным, во многих направлениях необходимо быть успешным. И вообще для мужчины это очень важно, чтобы что-то получалось. Знаете, это очень важно – чего-то достигать и иметь определённый результат. Это очень важно – достигать и иметь определённый результат. Особенно это становится важно в определённый период жизни. Особенно. И мы имеем Библию, мы имеем также жизненный опыт, мы имеем поколение перед нами, и вы знаете, опыт – это очень важно. Также мы можем смотреть на жизненный опыт и учиться от этого. И для нас это есть благословение также, что многие поколения уже прожили до нас, и мы можем чему-то учиться. Мы можем видеть какие-то положительные стороны, негативные, также их отрицать или отвергать свои жизни. И как показывает опыт или даже статистика, статистика-то тоже очень о многом говорит для нас, что в жизни мужчины есть несколько периодов, знаете, до 11 лет – это такой домашний период, до 18 лет – это общественный период, с 19 лет – это уже начало самостоятельной жизни, до 40 лет – это уже период фактически, и как часто случается, успеха. Но есть еще такое понимание, как жизнь показывает, есть кризис 40 лет, есть кризис в жизни многих мужчин. И я не хочу сказать, что обязательно каждый его пройдет, и каждый упадет в какой-то кризис, но есть определенные тенденции, которые влияют на жизнь, и мы должны понимать, должны понимать, в какой период мы живем, и как с определенными вызовами нам справляться в нашей жизни. И для того, чтобы быть успешным, как я сказал, я хочу еще вернуться к этому кризису 40 лет, я вернусь, но я сказал о том, что для мужчины очень важно чего-то достигать, иметь успех. И, конечно же, как уже сегодня было сказано, я верю и понимаю, что самый важный фактор – это благочестивая жизнь, это иметь праведность. Библия говорит, что человек, который праведный, который благочестивый, он будет благословен Богом. Но очень важно для того, чтобы быть успешным, во-первых, нужно ставить цель. Нужно ставить цель. Вы знаете, человек, который не имеет никакой цели, он ничему не придет, он не будет иметь какого-то успеха в чем-либо. И человек, который ставит для себя цель, он прокладывает дорогу к своему счастью или к своему успеху. Тогда как другие люди, они ожидают, когда успех к нему придет сам. Но так не бывает. Также очень важно, кроме того, что нужно ставить цель, нужно себя чему-то, знаете, посвящать или брать ответственность. Брать ответственность. В этом мире, в котором мы живем, немногие люди хотят брать ответственность. И мы видим, что книга «Бытие» уже начинается с истории о человеке, который отказался от ответственности. Это был Каин. И он сказал Богу, а что, разве я сторож брату моему? Я должен за ним смотреть? Я сторож ему? Тогда, когда был другой человек, которого уже сегодня упоминали, на имя Авраам, который брал ответственность за брата, за сына брата своего. И когда им стало тесно с его племянником, он сказал, если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. Он готов был решать проблемы, он готов был решать какие-то конфликты. И он даже брал, скажем, ответственность за не только свою жизнь, но за людей, которые жили вокруг него. Он говорил Господу, что если ты найдешь десять праведников, неужели ты всех погубишь людей? Он переживал за людей, он брал ответственность. И это номер два, для того, чтобы быть успешным, брать ответственность. И номер три, знаете, чтобы быть чем-либо успешным, нужно все-таки понимать, к чему я призван, где мое место в жизни. В чем, скажем, заключается путь мой, по которому я должен лично идти. И как раз возвращаясь к кризису, о котором я сказал, кризис сорока лет, как, скажем, говорит статистика, примерно такой период сорок два, сорок семь лет. Многие мужчины переживают кризис. Знаете, в чем он заключается? Допустим, кто-то занимался или даже был политиком, и в этот период жизни резко все меняет, и все бросает, уходит, становится простым сельским учителем. Кто-то, знаете, был, скажем, в успешном бизнесе, все это меняет, и становится вообще какую-то другую профессию находит, и меняет жизни. Почему это происходит? Вы знаете, этот кризис, он обусловлен двумя факторами, и первый из них положительный, или первый, наоборот, я скажу, негативный, второй положительный. Негативный. Почему происходит кризис? Потому что человек, который доживает до сорока лет, примерно, ему сорок лет, и такой человек понимает, что молодость уже прошла, фактически, молодые годы прошли. Были какие-то предложения хорошие в жизни, может быть, которые ты потерял, были какие-то возможности, которые ты просто не отреагировал, не воспользовался ими, и ты понимаешь, что многое уже ушло, ты этого не вернешь. И особенно, знаете, если молодой человек в свои молодые годы, он потратил их впустую, такое есть известное слово и здесь в Америке, фан. Знаете, есть такая пословица, она, я думаю, такая общая и с американским словом, и с нашим русским или украинским словом, которого, может быть, молодежь не знает. Фан, фан и профан. Профан, это, чтобы перевести на английский, как? Лузер. То есть, если человек в свои молодые годы, он имел только развлечения, он только развлекался, и потом он приходит в зрелой жизни, он понимает, он многое упустил. Он многого не достиг, и, вы знаете, приходит кризис. И этот кризис, это из-за негативной стороны. Почему? Потому что потерянное время. И для того, чтобы такого не случилось, сегодня я хочу сказать более молодым людям, просто используйте правильно свое время. Но даже если кто-то его неправильно использовал и все-таки желает всем сердцем своим взыскать Господа, его благословение, Бог может помочь и в таком возрасте. Слава Богу! Но вы знаете, этот кризис, он также обусловлен и некоторой положительной стороной. В чем она заключается? Во многом, когда человек еще молод, он идет по дороге, по которой его направляют. И это тоже неплохо. Почему? Потому что молодой человек, он еще неопытный. Он не знает, что ему избрать, что вложить в свою жизнь, по какой дороге пойти. И его направляют, чаще всего-то родители подсказывают, вот избери это, вот иди этой дорогой, или друзья, или может быть так обстоятельства складываются. Это даже относится к выбору профессии, к учебному заведению, которое ты закончил. Но, скажем, уже ближе к 40 годам человек начинает понимать, кто я, что в моем сердце, к чему я призван. И когда он начинает это понимать, он желает что-то изменить в своей жизни. И именно встать в свою колею. Не в ту колею, в которую его кто-то направлял, именно в свою колею. Именно найти себя, найти свое предназначение. И это неплохо, вы знаете, неплохо так размышлять и в действительности найти свое место. Но очень важно не сделать каких-то опрометчивых шагов, чтобы, знаете, не, скажем, не выброситься с одной ямы в другую яму. То есть в действительности проанализировать, к чему ты призван, где твое место в жизни, и занять свою, как говорят, нишу. И это тоже нормально, но, конечно, очень важно, мы как отцы, как родители, знаете, своим детям увидеть их призвание намного раньше, чтобы помочь им найти свое место в жизни. Когда мы смотрим на наших сыновей, на наших дочерей, мы видим, какие таланты есть у них, какие у них способности. И помочь им, знаете, уже в ранние годы именно идти той дорогой, которая соответствует их призванию, их личному призванию. И у нас также с вами есть Небесный Отец, который как раз и вложил в каждого из нас определенные таланты, дарования и способности. И очень важно понимать, кто я в свете Божьего Слова. Очень важно понимать, к чему нас Господь призвал, какое наше призвание и как Он смотрит на нашу с вами жизнь, как Он видит нас, какими видит нас Бог. Знаете, об этом очень важно думать, как бы мыслить, как Бог смотрит на меня, какое мнение Бога о мне. Иногда у нас неправильное мнение о самом себе. И вы знаете, та модель самого себя, самого себя, самого я, которая сформирована в моем мышлении, она будет определять мое поведение. Та модель, которую я вижу лично направленную на свою жизнь, будет соответствовать моей жизни и моему поведению. Кто я? И Библия говорит о нас, братья и сестры, как о людях, которые называются таким словом, как святые люди. Это очень важно понимать, кто я. Я бедный грешник, к сожалению, иногда да, может быть, но Библия говорит о нас, как о людях святых. И давайте мы с вами посмотрим первое послание апостола Павла к Коринфянам, первая глава. Павел, волею Божией признанный апостол Иисуса Христа, Исосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у вас, и у нас. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Братья и сестры, если бы кто-то лично говорил вам эти слова, вот эти первых девять стихов, когда вы их слушали или слушаете, какая была бы ваша реакция? Вы хотели бы слушать дальше или защищаться? Если бы вам говорили такие слова? Я думаю, вы хотели бы слушать дальше, правда? Почему? Потому что здесь очень много хороших слов. И возникает вопрос. Я думаю, вы, изучая послание к Коринфянам, наверное, знаете, какая там была обстановка и ситуация. И ситуация этой церкви, она была довольно-таки не совсем хорошая, это так мягко говоря. Там было разделение Аполлосов, Павлов, Кифин. Там богатые унижали бедных. Там даже была аморальность церкви. И Павел, придя в эту церковь, или, скажем, написав им послание, называет их святыми несколько раз. И я, знаете, читая и смотря это послание, я думаю, если бы я пришел в эту церковь, я думаю, я бы так их не называл. Но на месте Павла я бы так не обратился. Мое бы первое приветственное слово, наверное, было немножко в другом тоне. Но смотря на Павла, или на вот эти первые девять стихов, я понимаю больше сердце апостола Павла. Мы начинаем больше видеть его портрет, каким он был все-таки апостолом или человеком. И он начинает, прежде всего, видеть то доброе, что Бог вложил в них. И даже, несмотря на все эти проблемы, которые были в этой церкви, и на их неправильное поведение, он называет их святыми. Как так? И, несмотря на все таланты, дары и призвания, которые каждый из нас имеет разные, братья и сестры, прежде всего, Господь, когда мы пришли к Нему, когда мы покаялись, Он нас освятил, и Он назвал нас святыми. Вы знаете, святость, она имеет два аспекта. Первый аспект святости – это наше положение в Христе Иисусе. Это наше положение. И второй аспект – это наше поведение. И когда человек кается, он еще пришел, скажем, с мира, он еще грешник, но когда он покаялся и принял Иисуса, Господь ему подарил святость. И Бог подарил нам это, скажем, свойство, или это звание быть святыми. Братья и сестры, мы святые во Христе Иисусе. Аминь. И когда мы это понимаем, когда ты понимаешь, что ты святой, это будет влиять на твое поведение, это будет влиять на твою жизнь. Ты не просто несовершенный человек, ты святой во Христе. И если так понимаешь, что я святой во Христе, и Бог просто авансом, да, авансом мне подарил такое высокое звание, я думаю, это будет как бы побуждать нас стремиться быть такими. И второй аспект святости, братья и сестры, это наше поведение, и воля Божья, в действительности, чтобы в нашей практической жизни, в нашем поведении мы явили Христа Иисуса. Господь желает, чтобы вот это высокое звание, которое Он нам подарил, Он нам дал, оно отобразилось в нашей практической жизни или в нашем с вами поведении. И прежде всего, Бог, когда смотрит на нас, Он видит нас святыми. И когда мы смотрим на наших детей, я думаю, мы как родители, иногда, возможно, кто-то, вы знаете, со стороны делает замечание нам в адрес наших детей. Правда, мы все-таки видим их лучше, чем нам о них говорят. Есть такое, родители? Я думаю, есть. И мы как родители, смотря на наших детей, даже если мы видим их недостатки, мы все равно видим в них то лучшее. Мы верим, мы верим, что они станут хорошими людьми. И это нормально, мы верим. Знаете, я как-то слушал свидетельства епископа украинских церквей Канады, брат Адольф. Не знаю, кто-то его знает или нет. И он рассказывал, когда он был еще молодым человеком, его мама была верующей, но он не служил Богу. Он не служил Богу в молодости своей, юности своей. И когда он поздно возвращался, он часто заставал свою маму на коленях, которая молилась за него. Молилась. Она ожидала его, когда он вернется, она молилась за него. И знаете, он был насколько дерзким, что он маме своей говорил. Когда она что-то ему говорила, «Сынок, почему ты так поздно? Сынок, служи Богу!» А он ей отвечал, «Мама, смотрите, чтобы вы еще спаслись!» И знаете, так просто посмотреть на такого молодого человека, что можно о нем подумать? Я думаю, если бы я так сегодня увидел такого молодого человека, я бы, наверное, точно не представил бы, что Бог может его так использовать в будущем. Но слава Господу, что этот человек обратился к Богу, и он стал служителем Церкви Божьей. И Господь его употребляет. И он служит Богу. И знаете, Бог, братья и сестры, смотря на всех нас, я хочу, чтобы вы меня правильно смогли понять, это не означает, что Бог закрывает глаза на грех. Никогда. Знаете, Бог ненавидит грех. Бог ненавидит грех, но Он, смотря на всех нас, как родители, смотря на своих детей, они видят в них хороших людей. Так точно Бог, Он, смотря на нас, Он видит нас святых. Он видит нас, и Он доверяет нам, и Он ожидает, что мы все-таки, мы будем расти в возрастном Божьем, мы будем совершаться, и мы будем приходить полный возраст Христов, и мы станем подобными Его Сыну Иисусу Христу. И воля Божья, в действительности, братья и сестры, чтобы в нашей практической жизни, в нашем поведении был виден Его Сын Иисус Христос в нас. И Бог не желает, вы знаете, чтобы мы оставались в том состоянии, в каком мы есть. Кто-то сказал, что Бог любит нас такими, как мы есть. Это правда. Бог любит нас такими, как мы есть, но Он не желает, чтобы мы оставались такими, как мы есть. Воля Божья, чтобы в этом втором аспекте нашей практической жизни проявилась Божья святость в нас. Как брат один сказал, все, что ты видишь хорошее во мне, это Божье, остальное мое. Но нужно, чтобы вот это остальное, оно также преображалось, оно изменялось. И иногда, к сожалению, иногда, к сожалению, некоторые христиане, они берут во внимание только первый аспект. Бог назвал нас святыми, и я святой, как бы я ни жил, и как бы я себя ни вел. Это заблуждение, братья и сестры. Господь говорит, будьте святы, как я свят. Будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный. Как это возможно? Это возможно тогда, когда мы смотрим на совершенного. Когда мы стремимся к нему, и тогда наша жизнь усовершается. И мы не должны быть теми людьми, которые, знаете, хромают на оба колена, которые только называются святыми, которые только называются, которые оправдывают свои недостатки. Теми, ну, мы люди, мы несовершенные. И вы знаете, мы очень часто, наше христианство, опускаем до такого низкого уровня, когда мы уже не стремимся к святому, и когда мы просто соглашаемся с тем, мы люди. Но ничего страшного. Но это, друзья, не должно так быть. Почему? Я хочу привести такой пример, или прежде всего задать вопрос всем нам. Радуется ли Бог покаянию? Конечно, да. Да, я скажу, да. Но я хочу, чтобы мы с вами, знаете, немножко глубже и больше посмотрели на этот вопрос. Я приведу такой пример. Допустим, знаете, уезжаю, у меня есть дети, я куда-то уезжаю, я куда-то поехал, и перед тем, как уехать, я говорю детям моим, дети, это задание для вас. Когда я вернусь, я хочу, чтобы вы эту работу сделали. И знаете, я возвращаюсь, и дети мои прибегают ко мне, и они начинают просить прощения. И они говорят, папа, мы забыли, или мы прогуляли, мы ничего не сделали, прости, пожалуйста, прости. Но если они каются, наверное, я их буду прощать, я так думаю, да, я их прощу. Но другая ситуация. Опять-таки, я даю детям задание, я уезжаю. Знаете, я возвращаюсь, и вся работа сделана. Они все сделали. Я буду радоваться? Да, конечно, они все сделали, что я их просил. Но вы знаете, никто не кается. А почему я тогда радуюсь? Никто не кается. Никто не приходит просить прощения у меня. А потому что они сделали то, что я их просил. И я радуюсь. Знаете, для Бога, братья и сестры, больше, больше радости доставляет, больше радости доставляет, когда мы исполняем Его волю, когда мы исполняем Его Слово. Да, Он радуется, когда грешник кается. Это правда. Но, знаете, хромать на оба колена или, скажем, грешить и каяться, каяться и грешить, это не образ жизни победоносного христианина. Это не тот образ жизни, который Господь Вы знаете, имел в планах для нас. Господь видит нас святыми, братья и сестры. И Его воля в том, чтобы Его святость отобразилась в нашей повседневной жизни, в нашей практической жизни и в нашем с вами поведении. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы понимали, кто мы в глазах Небесного Отца. Мы Его дети. чтобы мы понимали, прежде всего, мы народ святой. И, соответственно, с этим было наше поведение, наша жизнь. Чтобы мы также начали понимать и увидели, где мое место в жизни, где мое призвание, что Господь хочет, чтобы я делал. И от этого, знаете, мы имели радость и счастье. Пусть Бог поможет нам быть хорошими родителями, быть хорошими отцами и также понимать, что Небесный Отец приготовил для нас и жить в соответствии с этим. Пусть Бог благословит всех вас и меня вместе с вами во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.